добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели мы продолжаем нашу программу интернет-радио центра сангейтс продолжает программу и сейчас в чикаго 11 часов утра на восточном побережье 12 часов дня на западном побережье в калифорнии только 9 часов утра а в москве уже 20 19 часов 19 часов то есть вечер а у нас на связи как всегда по пятницам правда бывает издержки так скажем кто-то бывает занят но ольга викторовна учитель преподаватель метафизики и очень и очень востребованный человек поскольку то чему учит нас ольга викторовна это скажем не всем понятно и не все это могут принять потому что речь идет о каких-то таких ну мягко говоря эзотерических вещах или от то что видно так скажем сверху не знаю правильно ли я выражаюсь ольга викторовна сейчас меня поправит если нет здравствуйте ольга до добрый вечер он хотел сказать у вас добрый день да у нас еще пока добрый день да вы знаете бог у вас тут дети плачет дети цветы жизни но да они немножко тут вот в эфире у нас слышно это все давайте мы с вами поговорим о том о чем мы никогда не говорили в наших программах о деньгах ну известно наверное что мы все живем материальном мире все это знают все в этом находится ну кто-то там живет конечно в духовном мире кто-то там в гималая в пещерах сидит но таких мало а в основном вот мы и вот даже и вы мы находимся в этом мире и всем нужны деньги скажите не несет ли вот это скажем мера измерения энергии как ее сейчас называют не несет ли нам какую-то негативную энергию и вот так уж необходимо что весь мир мотивирован тем чтобы зарабатыванием денег и в школах высших в школах приходят люди которые обучаются каким-то дисциплинам и они начинают идти на работу и там работать и только лишь в этом заключается смысл существования ну нужно просто понимать что на сегодняшний день деньги как таковые вот эти бумажки они являются эквивалентом энергии которые у вас внутри уже накопилось у вас внутри есть накопленная энергия значит она материализуется то есть ваше внутреннее состояние становится внешним во внешнем мире у вас появляются деньги или какие-то материальные блага или продукты или еще что-то таким образом вы можете потратить на то что вам нужно и приобрести какой-то эквивалент своему внутреннему накоплению бывает что у человека внутри нет накоплений а деньги как бы к нему попали случайно лотерея там еще как-то да то в принципе через какое-то время произойдет баланс то есть часть денег будет утрачена часть будет как-то отнята или обманным путем или еще как-то но вся материальная база которую человека есть она будет растрачена не туда куда ему хотелось бы то есть всегда сверху если так можно выразиться с другой вибрации видно насколько много внутри у тебя накопилось энергии мы эту энергию копим мы можем ее тратить посмотрите допустим мы как ее копим мы можем благодарить за то что нам дали там что-то да хлеб одежду и так далее мы можем восхищаться предметами искусства мы накапливаем энергию да но мы можем ее и потратить мы можем разозлиться на соседа и сказать какой вы плохой человек все мы часть энергии потратили уже мы еще не получили зарплату но энергия уже ушла за это вам никаких денег не положено то есть если вы вы излучаете негативную эмоцию вы ее оплачиваете это закон поэтому большей степени конечно же сохраняются деньги у людей доброжелательных открытых и умеющих ладить самим собой ну и разумеется с окружающим пространством просто человек никогда не задумывается о том что как на самом деле расходуется его энергия и как он ее накапливает и как на самом деле он получает просто нет никакого внимательного анализа я начала анализировать случайно это ли было лет десять назад у меня была соседка и у нее был муж работал целый месяц зарабатывал деньги он достаточно агрессивный человек конечно значит получил зарплату пошел в кафе в этом кафе выпил пиво зарплату вытащили то есть домой у нее не принес то есть вселенная дает человеку не деньги не за то что он работал усиленно руками умом да там физически делал какие телодвижения энергия дается вам за то что вы радуетесь жизни и если вы будете соблюдать этот баланс очень хорошо поймете быстро поймете как на самом деле накапливается у вас энергия чем больше вы тратите усилий и понятно что если вы работаете физически конечно вы испытываете большее количество стрессов и разумеется гасить эти стрессы хочется именно гневом злобы на другого человека понятно что нужно как-то выживать да понятно что больше но если вы научитесь расслабляться по другому то вы сможете сохранить эту энергию и не обязательно расслабляться алкоголем там знаю еще какими-то да там сигаретами прочее расслабление идет через медитацию расслабление приходит через музыку классическую допустим да через воду структурированную да можно получить расслабление через массаж да можно через звучание каких-то там хрустальных колоколов или чаш или еще что-то пение мантр и так далее то есть либо звук либо свет либо цвет да уже идет расслабление таким образом вы можете все стрессы которые внутри таким образом растворить и не излучать негативную энергию и таким образом сохранится вся положительная энергия которая у вас внутри и вам не придется тяжело зарабатывать в таком случае ну я имею ввиду посмотрите ведь у вас стоит программа внутри что оплата идет только за физический и умственный труд ведь это же внутри у вас стоит программа вы же подчиняетесь ей и думаете что это истина но вы ее сами изобрели вы можете поставить другую истину вселенная оплачивает радость довольство собой молитву благодарность и расслабление соединение с высшим я если вы будете это осознавать то ваша жизнь изменится и здоровье заодно поправиться вы должны понимать что наше тело не приспособлено к истязаниям в принципе можно конечно нанять рогов на них таскать глыбы камни можно но зачем камни можно таскать звуком перемещать я имею ввиду да зачем нужно было так тяжело работать это был просто наш выбор мы так хотели на сегодняшний день желательно тело не эксплуатировать желательно его щадить желательно за ним ухаживать его лелеять начните с маленьких детей то есть внушите своим детям что их не тело бесценно это храм в котором живет ангел если дети будут понимать вас то они никогда не заставят и не принудят свое тело ходить куда-то через то есть наступать себе на горло ходить через принуждение если сегодня плохо себя чувствуешь значит можно не пойти никуда можно поваляться и поболеть потому что тело устало ему нужно расслабление обычно тело человек не слушает свое тело он ждет пока он совсем свалится ну тогда у него есть отмазка вот видишь у меня температура и я могу отдохнуть а зачем нужно было ждать чтобы у тебя поднялась температура тебе уже две недели назад нужно было отдыхать ну страх того что тебя сочтут эгоистом сочтут ну каким-то даже неправильным да то есть ты есть чужую энергию или ты сидишь на шее у кого-то сразу возникают эмоции какие-то до претензии требования конечно это страшно но если вы сможете понять свой страх в таком случае вы освободите свое тело от принуждения тело уникальный инструмент она может сама в себе все вылечить и бегать без остановки я хотел вас прерывать на минуточку вот скажите существует отношение между человеком который зарабатывает деньги и ну скажем другим человеком который ему платит эти деньги когда мы ходим на работу мы выполняем свои обязанности и мы имеем отношения с нашим скажем так работодателем в этих отношениях нету абсолютно никаких ну так сказать эмоции он не любит нас мы не любим его есть товара денежная будем так говорить отношения и тут все понятно вот у меня такой вопрос если человек идет учиться и у него понятно есть учитель существует постоянно существует какие-то вот разногласия в том плане что если человек дает знания или скажем так целитель а вот кто-то берет деньги за свою работу если ну это не работа это может благодействие это может быть как угодно это может быть и работа конечно вся вся эта работа эта энергия а кто-то не берет и вот существует бытует мнение ну понятно на чем она основывается мы все любим так сказать получать халяву и вот мол целители они должны нас исцелять бесплатно скажем приводится пример иисус христос ну вот дьянов гад куда мы ездим джонат бога в бразилию но он тоже деньги как бы не берет то есть и еще подводится база под это все дело но если вот он или а там она будет это делать так и с нас требует деньги значит она занимать или он занимается бизнесом а вот ему за все потом отплатится и так далее то есть начинается так вот негатив человек испускать скажите как вы считаете все таки какой должен быть подход с точки зрения ну одной стороны и другой стороны как должны думать те люди которые идут учиться идут ну учиться быть здоровым это тоже в общем то больные люди они хотят исцеления и с другой стороны вот с точки зрения целителя и учителя ну давайте начнем сначала с первой до фразы где было сказано что есть работник есть работодатель мы хотели на себе испытать эмоции жертвы и власти мы не хотели равенства если работодатель и работник находят равенство между собой и разговаривают по душам то они расходятся потому что они отработали отношения жертва а власть да вот поэтому вы работаете на это работе только до тех пор пока вы не выровняли отношения то есть не выстроили человеческие понимающие взаимоотношения между вами и работодателем потому что посмотрите вы все время колеблитесь вы вы можете быть дома властью да над ребенком допустим да вы на работе может быть жертвой потому что вам не доплатили не дали премии или там еще что то то есть вы все время испытывайте эмоции то одну то другую как только у вас внутри возникнет баланс а вселенная будет что-то менять вашей жизни значит вы будете как-то существовать по-другому теперь что касается целительства я 20 лет работала лечила бесплатно я понимаю ну приносили там килограмм яблок пакет молока и так далее то есть пока не было наработано профессионализм да то есть я понимала что если ты врач если ты у тебя должна быть квалификация то есть ты должен получать деньги за что-то да то есть ты решаешь проблемы быстро да и тогда когда ну и потом если взять допустим если целитель живет один то в принципе ему достаточно там медвежьей шкуры пещеры и костра достаточно правда но если живут еще дети рядом то конечно этого уже недостаточно потому что дети все равно в нашем цивильном мире не могут просто там без одежды или как-то без ничего без чего-то прожить да то есть значит хотя для меня да я могу пещере жить мне достаточно я могу я несколько лет жила как баба яга в лесу поэтому привыкла ко всему умею жить одна что касается других целителей каждый решает сам если однозначного ответа на это нету правильно конечно нет нет каждый решает сам и потом нужно всегда понимать когда вы идете к врачу вы оплачиваете его труд ну вот там страховая или там еще как-то но вы оплачиваете да но врачи это категория другая дело в том что те врачи которые были скажем даже наши русские врачи которые жили в другое время они давали клятву действительно гиппократа настоящую сегодня это закончил медицинский институт получил диплом закончил пошел медитентуру получил там то что надо получить и все особенно на западе особенно в соединенных штатах и надо все это дело отбивать почему потому что здесь все судят вот на территории советского союза когда я раньше проживал у меня мать врач такого не было здесь вот все судят значит что получается им нужны страховки страховки чтобы их не засудили потому что все хотят зарабатывать деньги на чем-то даже вот на таких вещах поэтому вот это все стоит очень больших денег и поэтому это патагонный метод то есть я знаю врачей здесь которые принимают 50 пациентов 50 пациентов а еще потом вне очереди кто-то идет то есть как можно принять 50 пациентов в течение одного рабочего дня совершенно невероятно то есть как можно в общем с пациентом побеседовать то есть и 10 сложно принять если считать восьмичасовой рабочий день допустим да а вот поэтому категорию врачей скажем я бы не трогал в этом плане а вот то что скажем закрывается какой-то дар божий опять же это мотивации мне кажется должны быть ведь как человек если он действительно доктор подсчитывает доходы которые он получит от этих пациентов которые платят деньги так это одно если человек хочет вылечить помните даже в китае даже в китае мао цзэдун свое время издал такой указ что врачи получают зарплату только если у них на участке не болеют люди то есть им выгодно было что получить зарплату им выгодно было вылечить больных а у нас получается наоборот то есть чем мы получаем чем больше больных придет на прием тем естественно больше врач получит деньги вот это вот мотивация она полностью на корню убивает все то намерение которое как бы надо передать опять же обмен вот этих вот энергии мы даем мы получаем правильно да конечно ну здесь наверное совсем просто ведь фармакологии это бизнес и с врачами всегда есть договоренность о том чтобы выписывать те или иные или другие там лекарства да но это их не до их не правы их не дело и они могут выписывать все что они хотят то есть они хотят заработать и получить от фармакологии я уже говорил о том что у нас на центральных улицах снять в аренду могут только банки и аптеки все то есть больше никто не снимает на центральных улицах помещение я имею ввиду ну понятно там больше людей ходит понятно больше людей зайдут конечно поэтому все стоят деньги да вот ну аренда у нас на центральных улицах такая дорогая скачать наверное да и у вас тоже я хочу сказать что они себе это могут позволить ну мы договорились о том что фармакологии будет калечить наше тело данный сегодняшний день таблетки звучат звучат на другой частоте вибрируют на другой частоте и на сегодняшний день часть таблеток уже опасно для тела потому что тело перестроилась а таблетка нет да значит ну что мы всегда выбираем то есть мы можем выбрать для себя мы будем слушать самого себя мы будем действовать как нам подскажет ангел либо мы не будем слушать себя мы будем слушать врачей мы будем слушать родителей будем слушать там начальство свое и так далее то есть а еще коллективно бессознательно у нас есть до который все время втягивает человека отлепиться отойти от коллективно бессознательно очень сложно на самом деле это такой эгрегор который затягивает людей они даже свои собственные мысли не могут иметь это очень сложно поэтому мы работаем во всех направлениях конечно и пытаемся человека поставить в такую ситуацию чтобы он осознавал что он наполнен всем у него все внутри он целый у него бог там в глубине и можно закрыть глаза и найти бога внутри ну вот нас они учили этому детстве поэтому бывает иногда сложно объяснить ну на самом деле для этого мы ведем наши программы если кому-то это интересно то дорогие друзья наши уважаемые радиослушатели это тройное w сангейтс radio.com сангейтс radio.com это наш сан скайп сангейтс 108 солнечная ворота на конце буква с это телефон наконец это восемь четыре семь эре то есть код страны единица 1 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 если кого-то интересует как встретиться с ольгой викторовна и как прийти на ее занятия вы тоже можете у нас спросить нет проблем мы вас туда перенаправим вот значит вы знаете я недавно со своими родителями они очень пожилые я с ними на эту тему беседовал ну то есть ну постоянно сами понимаете какие-то проблемы на физическом уровне и вот у меня есть один знакомый который говорит ну давай я попробую с ними поработать то есть это рейки энергию направить ну вот я звоню и говорю отцу и маме говорю причем она врать как бы ну сложно принять но тем не менее я она говорит я это верю а вот папа не верит я ему говорю сядь и спокойно посиди 15 минут он тобой будет работать а где он начинается вопрос он там а как он будет надо мной как это но то есть это знаете я не удивляюсь на самом деле был такой человек вейн дайер который у которого было сотни тысяч последователей которых он обучал очень и очень духовный человек американец вейн дайер его звали он получил лейкемию в свое время это было совсем недавно и вот этот человек в бразильский медиум и целитель джан оф гад или джон от бога он его лечил потому что это действительно человек был очень очень серьезный вейн дайер и вот он давал после этого интервью причем самое интересное он его вылечил вылечил ли он его или что-то было еще поскольку но он говорил так вы знаете я обучал обучил и обучаю десятки может быть и сотни тысяч людей но я никогда не мог себе представить что человек который находи находится от меня на расстоянии нескольких десятков тысяч миль на расстоянии может меня лечить то есть даже такие люди известные у них не укладывается в уме как это все может быть он к сожалению умер но он умер правда не от этого он ушел во время сна и он ну вот ушел совершенно спокойно то есть не было у него этой болезни уже не диагностировали да это трудно это очень трудно в своем уме естественно мы этого никогда не обучались этому никто нам об этом не говорил и многие просто этого не понимают ну вот болит спина болит вот надо лечить вот эту спину болит нога ну позвоночник там дисков разбиты у меня болит нога ну болит нога потому что болит позвоночник начинает заниматься позвоночником у него болит нога вот скажите а чтобы вы могли допустим посоветовать тем людям которые которым трудно воспринимать такую информацию которую уже по разным причинам знаете когда вы программируете свою жизнь будучи но образно говоря на небе когда вы еще не на земле конечно вы программируете какие-то места до точки только в основном есть свобода выбора и вы можете свободно выбрать направление можно выбрать служение богу то есть все время идти внутрь себя и сочувствовать другим и ощущать ангела внутри его слова можно служить мамоне если вы служите мамоне пожалуйста никто не возражает вы служите закону обществу правилам морали нравственности и так далее вы можете служить да конечно это ваш выбор у каждого человека есть выбор но когда вы служите мамоне и служите обществу закону и подчиняетесь и требуете и значит гневаетесь да на человека за то что он безответственный допустим не выполнил работу и так далее то вы будьте готовы к тому что к 70 лет у вас откажут печень почки позвоночник и так далее тело не играет в игры оно подчиняется космическим ритмам и ему все равно какой путь вы выбрали если вы выбрали путь служение мамоне оно будет болеть то есть пожалуйста смиритесь тогда с этим если вы не служите богу пожалуйста только не плачете значит в 70 80 лет не рыдайте и не говорите о том что вам не было предложено не говорите о том что вас бог не слышал здесь очень хочется сказать о том что при вашем выборе ваше тело будет слушать ваши мысли и тело будет исполнять каждую вашу мысль абсолютно каждую если вы сказали ребенку ну-ка давай бегом вставай иди там одевайся или там что-то все на первом позвонке уже отложилось что-то уже повреждается диск просто понимаете это осознавайте что каждая ваша негативная мысль разрушает ваше тело другое дело что человек не делает связи между мыслями и телом это уже другое не видеть да никакой связи не видит конечно если он ее не видит им очень тяжело анализировать до проводить анализ хотя если вы будете разговаривать с пожилыми людьми какие мысли у них были и каким мыслями они сейчас пришли то вы увидите что за 30 40 лет они практически поменяли свои мысли и они стали другими потому что болеть в общем то не хочется и боль заставляет менять мысли мне бы хотелось чтобы люди добровольно меняли мысли не надо чтобы тело принуждала человека менять мысли с помощью боли не хочется хочется добровольного да ну вот принятия себя хочется добровольного принятия служения богу ну вот что приходится до лечить хотя есть люди которые в 70 лет у них своя философия и они уже знаете даже заявили так моя философия даже если я болею я готов умереть но философии не поменяю то есть да к сожалению и такие больные тоже были хотя дети хотели да помочь и он не отрекся да нет не отрекся так и он не отрекся и тогда ты так его и сожгли были такие в истории были такие люди которые не отрекались но здесь но и те люди были реализованы они так сказать за идею и за то что они знали но здесь те люди которые не отрекается своего невежества да это просто это просто конечно глупо но что делать что делать каждому свое наверное не в этой жизни наверное на этой жизни всему свое время хорошо ольга я думаю что нам можно на этом остановиться вообще эта тема не хотелось бы ее продолжить поскольку деньги понимаете у меня есть много вопросов но это займет время то есть мы продолжим в следующий раз например считается что деньги это скажем человек зарабатывает и определенную сумму зарабатывает и это какая-то его карма скажем так это ну есть такое мнение дальше как он будет поступать с этими деньгами что он будет делать это опять же его выбор конечно но дальше он получит реакцию вот и на это тоже является ли скажем целительной энергии вот возможность зарабатывать и и наоборот ну об этом мы поговорим в следующий раз у вас уже вечер да давайте мы с вами попрощаемся спасибо вам за ваше время в эфире я очень рад о том что вы с нами общаетесь и вы делитесь вашими знаниями ну а вам дорогие друзья я тоже желаю мира добра и хороших выходных сегодня у нас все-таки пятница но с ольгой виктором мы встретимся уже на следующей неделе в пятницу в это же время всего вам доброго до свидания успеха здоровья и мира да удачи вам до свидания до свидания у